Меня зовут Илья Фальковский, я художник, участник арт-группы ПГ, и мы на этой выставке представляем наше творчество. Если говорить чисто технически, то мы работаем в таком стиле мультимедийного комикса. То есть мы пытаемся синтезировать разные языки искусства и всех использовать в нашем творчестве. Все языки, на которых умеют говорить разные участники нашей группы. Это и визуальное искусство, музыка, тексты. Что касается визуального искусства, то это графика, фото, видео. И мы нашли такую форму для совмещения всех этих языков в такой синкретический, синтетический язык, как бы мультимедиа. И здесь мы представляем один из типичных для нас проектов. Это работа под названием «Кабинет президента». То есть тематически она рассказывает о таком альтернативном будущем, фантастическом, когда китайцы захватывают Москву, вторгаются в Кремль и вешают российского президента. А технически это выглядит в виде такого мультимедийного комикса, заключенного в лайтбокс. В этом лайтбоксе мы используем и видео, и музыку, и текст, и графику, и фото. То есть какие-то кадры этого комикса – это статические кадры фото и графики, а какие-то в виде движущихся картинок, то есть в виде видео. Мы вставляем в эти лайтбоксы такие цифровые мониторы, таким образом совмещая видео и музыку с графическим изображением и текстом. Это вот такое наше характерное для нас произведение. Вот в таком стиле мы его как-то придумали, и не знаю, делает ли кто-то еще так в России, но вот это такая наша отличительная черта – вот эти мультимедийные комиксы в виде лайтбоксов. А чисто идеологически мы попали сюда, потому что занимаемся протестным искусством и участвуем не только в художественной деятельности, но и в политической, сотрудничаем с протестным оппозиционным движением. Давно уже с самого зарождения, наверное, в России сотрудничаем с антифашистским движением, с анархическим и как-то инкорпорировано в эту деятельность. Кроме, собственно, выставочных или визуальных работ, мы делаем также видеоклипы, которые выкладываем в интернете, и также издаем сами книги, журналы, открытки, брошюры, постеры, стикеры, уличные, участвуем в какой-то деятельности графитчиков на улице или в каком-то таком анонимном искусстве. Ну и вот достаточно много у нас своих, своей полиграфии, в том числе одна из очень таких популярных в свое время была известна среди молодежного движения. Книг к нами выпущены именно об зарождении антифашистского движения в России, которое послужило дальнейшему развитию вообще этого движения. Плюс мы выпускали журналы таких субкультурных комиксов. Но основная цель наша, мы все-таки стараемся говорить не пафосно, а через призму иронии, через такой иронический взгляд о все-таки, то есть не пафосной, не слуха пропагандире, но все-таки через этот иронический взгляд говорить о серьезных, о каких-то идеологических, политических вещах, о наших взглядах, которые мы исповедуем, о которых я уже сказал перед этим, то есть об антифашизме, анархизме и той свободе, с которой сейчас в России стало тяжело, то есть о свободе личности, свободе слова, свободе информации, свободе на передвижении, обо всем том, с чем в последнее время пытаются наши власти бороться путем все новых и новых законов и законопроектов. Субтитры создавал DimaTorzok